Приветствую вас! Правда заключается в том, что вы боитесь одиночества. Правда заключается в том, что вы не уверены в себе. И правда заключается в том, что вы не чувствуете себя достаточно значимой. Правда заключается в том, что вы хотите быть единственной. Вы хотите быть единственной женщиной для своего мужчины? Единственной женщиной для своего мужчины быть в принципе невозможно, потому что у вашего мужчины, у мужчин вообще всегда есть еще другие женщины. Не обязательно он с ними спит, не обязательно он с ними целуется, не обязательно он с ними что-то есть, но они обязательно в его жизни присутствуют. Если бы вы были бы в себе уверены, то ничего бы этого не произошло, понимаете? Поэтому я полагаю, что в основе всего лежит ваш страх одиночества, ваш страх того, что вас бросят, неуверенность в себе, вот. А уже все остальное, это результат этих самых переживаний. Значит, теперь давайте пройдемся по вашему тексту, посмотрим, что у вас происходит. Я текст прочитал, значит, сейчас я его перечитаю еще раз и дам определенные комментарии по вашему тексту. То есть буду читать и давать комментарии. Мы с моим молодым человеком вместе уже больше двух лет. Это безусловно хорошо, что вы с молодым человеком больше двух лет, но что вас объединяет? Что между вами общего? Я почти всегда задаю этот вопрос, когда речь идет о парах. То есть вот, что у вас общего? Что связывает вас друг с другом? Вот. На чем базируются ваши отношения, условно говоря? Как вы видите человека? Как видит он вас? На каком фундаменте построены ваши отношения? Вот. Это, наверное, первый вопрос, который необходимо рассмотреть. Спросите себя, спросите себя, не потому ли вы ревнуете? Не потому ли вы решили проверять его телефон? Потому что кроме, кроме телефона, кроме его поведения, его ипостаси, как мужчины, больше вас ничего не связывало. Ведь если бы связывало, если бы у вас лично и у вас вместе было бы какое-нибудь интересное общее дело, и вы активно бы взаимодействовали друг с другом по этому поводу, то вам бы просто не пришла в голову мысль его проверять. Дальше. Начинались просто дружбы, потом были отношения на расстоянии, где-то полгода, и теперь уже живем вместе больше полгода. Здесь, знаете, тоже есть несколько особенностей, которые, мне кажется, нужно раскрыть. Не то, чтобы я против стажительства, но мне кажется, что... Вот справедливости ради, да? Что... Пока... Пока... Вы... Не женаты... Пока вы не создали семью... Мужчина вам фактически ничего не трогает. Вы относитесь к нему уже так, как к мужу. Я не говорю, что он должен изменять. Ни в коем случае. Я говорю лишь о том, что вы воспринимаете его так, как будто он уже ваш муж. Что является ошибкой. Дальше. Значит... Ну, вот то, что вы начинали с просто дружбы, потом были отношения на расстоянии, и теперь уже живете вместе полгода. Ну... Возможно, есть эффект борьбы. То есть, вот, отношения на расстоянии, это... Чрезмерная идеализация партнера. И... Соответственно... Когда после полугода отношений на расстоянии вы... Начали быть вместе, стали вместе... Вполне вероятно, что мужчина... Несколько раз вчера вашего. Такое бывает. Вот. Ну, это опять же... Опять же, это... Это... Предположение... Только. Потому что, как оно на самом деле обстоит, непонятно. За время наших отношений, никогда не устраивало сын ревности, верила ему, не пыталась проверять его телефоны из-за общения. А, должны были ли вы выставлять это как достижение? Примерно четыре месяца назад все изменилось. Я проверил его телефон и нашла не совсем приятные вещи. А как так получилось, что вы проверили его телефон? Зачем? Не могу сказать, что это были факты измены, но Джесса говорил, что едет по делам, или помыть другу, или отвезти куда-то еще, или отвезти кого-то куда-то. Я всегда спокойно относился к этому, занимался своими делами в то время, а тут проверив его телефон, я узнал, что не всегда он делал то, что говорил. Иногда я просто гулял с компаниями, где были другие девушки, и что? И фото, которое я нашла, заставляли мое воображение придумывать всякое. Вот по какой причине ваше воображение придумывало всякое? Вы готовы взять на себя ответственность за это? То есть это вы интерпретировали то, что увидели, определенным образом? Бог с тем, что он гулял, когда я была занята, но были моменты, когда я его сдала дома, пока он отрывался себе. А это что-то меняет? Понимаете, вот здесь как раз таки кроется потребность во внимание. То есть когда вы заняты, Бог с ним, пусть гуляет. Но когда я его жду, он обязательно должен быть на месте. Это и есть болезненное потребность во внимание. Нашла я и переписки с другими девушками, где он говорил, что у него нет девушки, где он раскручивал малолеток на интимные фото. Это, конечно, безусловно неприятно, но это говорит скорее о кризисе в отношениях. Тогда у меня случилась истерика. Понимаете, да? Что значит истерика? Что значит истерика? Это значит, что вы устроили ему скандал. Вы, наверное, обвиняли его в том, что я для тебя столько всего делала. Я тебе никогда не изменял, всегда был от тебя верный. Обвиняли его в том, что он не ценит вас, наверное, не любит вас. То есть истерика это всегда акт требования внимания. Это значит, что вы, опять же, не чувствуете себя значимым. В этот момент вы перестали чувствовать себя значимым. Но на самом деле вы, вероятно, никогда не чувствовали себя значимым. Так, я спокойный человек, который всегда был уравновечен и адекватен почти, что его не побило из-за такого срыва. Ну, понимаете, вот, как раз таки, уравновеченность, адекватность, спокойность, спокойствие, точнее, возможно, и сыграла с вами свою шутку в том смысле, что вы били излишней скупы на эмоции, излишней скупы на какую-то спонтанность, вследствие чего человеку явно чего-то не хватало. Ну, от вас. Он взялся, что у него ни с кем ничего не было, извинялся за все это и обещал, что больше так не сделает. Я как бы поверил ему, но у меня оторвало крышу. Понимаете, вот ошибка, которую допускают почти все партнеры в этих случаях, да, выглядит следующим образом. То есть, понятно, что вам неприятно. Понятно, что вам очень плохо. Понятно, что вам невероятно тяжело было. Это понятно. Безусловно. Но говорить о том, что мне неприятно, можно и нужно. Говорить о своих чувствах можно и нужно. Говорить о том, что он изменялся. Но ваш-то вопрос звучал как? Ваш вопрос звучал каким образом? Да? Что он изменялся. обещал-то, так больше делать не будет. А почему он так сделал? Из-за чего он так сделал? Он не сказал. И это означает, что он вам не доверяет. Это означает, что он не готов раскрыть вам того, что с ним происходит. это означает, что он не готов рассказать вам что-то. Это означает, что он не готов раскрыть вам какие-то свои потребности. Вот. Знаете, какая история? То есть, ключевой здесь момент в том, почему он так сделал, а не в том, чтобы он перестал это делать. Не нужно ему переставать это делать. Нужно, чтобы он вам об этом говорил, и о том, почему он это делает. Дальше. Значит, у меня взорвало крышу, я получил доступ до его соцсетей. Зачем? Постоянно втикоряю читал его смс. Зачем? Проверял его телефон. Зачем? Ольга. Зачем вы это делаете? Вот зачем вы это делаете? Чтобы что? В чем вы хотели убедиться? Что он вам не изменяет? Знаете, вот в экзистенциальной психологии есть, точнее, предлагается такая история. Решите для себя, кто ваш партнер. Ну, в данном случае, вот, мужчина. Если партнер, если вы считаете партнера бабником, не живите с бабником. Просто не живите с бабником. Он же бабник, для вас это неприемлемо. Если он бабник, уходите от него, если вы считаете его бабником. Если вы не считаете мужчину бабником, то живите с ним. А то получается, что вы считаете его бабником, постоянно подозреваете, но, по сути, позволяете себе жить бабником. Понимаете? Какое противоречие? Вот поэтому в экзистенциальной психотерапии предлагается такая история. То есть, когда вы проверяете его телефон, вы предполагаете, что он бабник. Но, по факту, то получается, что вы живете с бабником, то есть, вы уже посчитали, что он бабник, вы уже посчитали, что он нам изменил. Ну так, и в таком случае, важно не то, что он сделал, а то, что вы допустили в своих мыслях. И исходить нужно из этого. А основная проблема заключается в том, что из своих мыслей вы не исходите. Вы исходите из того, что сделает любой другой человек. А это позиция жертвы. Можете почитать об этом, убив в поиск треугольник Карпена. Когда он узнал об этом, разозлился, поменял все пароли и поставил парольный телефон. И, как вы считаете, это адекватно? Я не могла больше ничего проверять фактически, но с ума про я продолжал сходить. По какой причине? Считаете, вот вы пишите, я не могла больше ничего проверять фактически, и как вы к этому относитесь, вы считаете это адекватно или нет? В один момент он просто закрылся от меня, мы перестали общаться, он не звонил мне, когда был в командировке, я психовал, он однажды сказал, что его достали вечные мои вопросы и допросы. Это правда. Это правда. Понимаете, вот здесь еще одно проявление вашего непринятия личной ответственности. Он пообещал, что больше так не будет, пообещал. Вы приняли его, ну извинения, его обещания вроде бы приняли. Ну и все. А ну получается как, что вы и обещания его приняли, извинения вроде бы его приняли, и в то же время, в то же время, вроде бы как и нет. И таким образом, по сути, вы постоянно расщепляетесь в человека. Он вроде бы, вроде бы ожидает, что вы больше не будете эту тему поднимать, но в то же время, вы ее постоянно поднимаете. Ведь тот факт, что человек что-то сделал, не означает, что за ним должны постоянно следить. Кроме того, напоминаю вам еще раз, что следите вы для себя. Следите вы потому, что это нужно вам. Следите вы потому, что это вас волнует, это ваши страхи. понимаете? Как только, если вы возьмете на себя ответственность за то же, что вы делаете, капает, вы скажете, что я это делаю не потому, что, вот он, вот, например, ну, мужчина, например, да, вот он, ну, вот, он так себя ведет, или вел, или сделал что-то. А я веду себя так, потому что я боюсь, например, боюсь остаться одна, боюсь, что он мне изменит там и так далее. Если вы признаете, это для себя, то вам сразу станет легче, потому что вы увидите, что дело не в нем, а в вас. Себя изменить можно, другого человека изменить нельзя. Понимаете? Дальше. Так, значит, как вы отнеслись к тому, что вот он закрылся, закрылся от вас? Как вы это восприняли? Он отрицал, что у нас тут что-то плохо. Ну, потому что, возможно, боялся, что если признает, что вам, то ему придется решать с вами, опять же, какие-то вопросы, а он не был уверен, что этого хочет, что хочет решать с вами какие-то вопросы. Мне было крайне неприятно, и уже затронуло, а что именно вам было крайне неприятно? Ну, мужчина, да, поступил не очень хорошо. Но он извинился? Извинился. Вы изменения приняли? Приняли. Вы взяли на себя ответственность? Взяли. Он на себя взял ответственность? Взял. После этого вы продолжали винить его за то, что он уже извинился. И дальше идет реакция только на ваше такое поведение. Так что, простите, вам было неприятно? Что, простите, вам было неприятно? Вы пишете, и уже затронуло тему о расставании. То есть, по сути, вы прибегли к шантажу. Да? То есть, вы не сказали, например, о том, что нам надо бы с тобой как-то вот отдельно, да? Например, пожить. Или вы не отдалились от него сами, да? То есть, вы не начали проявлять холодность, например, по отношению к нему. А вы просто начали говорить о расставании. На что он еще раз пообещал, что его поведение изменится. Но опять же, понимаете, к чему вы приводите к человеку? К тому, что он должен изменить свое поведение. Изменить, но при этом, получается, себя в чем-то ущемить. Для меня было непонятно, как человек может поменяться, если он считает, что у нас все хорошо и он делает все правильно. А что именно он делает все правильно? Это первое. Второе, так а может быть он и правда делает все правильно? Ведь после этого случая он вам пообещал, но и вы приняли его обещание. Так, вы знаете, я должна признать, что все вроде бы поменялось, он пытается проводить почти все время со мной. Звонит, не интересуется моими делами, говорит, что скучает и стремится проводить время вместе. Но вы знаете, что он делает это только после того, как вы заговорили о расставании. И, по сути, интуиция вам подсказывает, что он, может быть, боится вас потерять. Я хочу верить ему, я понимаю, несмотря на то, что мы живем вместе, человеку нужно в двое пространство, он имеет полное право встретиться и посетить с друзьями, но я не могу это пережить, как он говорит, что договорился, но я не могу это пережить, когда он говорит, что договорился встретиться с знакомым, меня опять спасет крышу и я начинаю ссору. Я не могу это пережить, Ольга. Это ваша ответственность, вы не можете пережить. Значит, вам, в первую очередь, и работать над этим. Что за этим стоит? Очень много враней открылось для меня, и вроде сейчас иначе, но я не верю. А почему не верите? Потому что не доверяете. А почему не доверяете? Потому что вы не доверяете себе. Вы боитесь боли, которую может притянуть человек в случае, если вас обманут. То есть, если вас обманут, вам будет больно. А если вам будет больно, значит, вы в чем-то полагаетесь на себя. И, судя по тому, что ситуация выходит из-под контроля, вы излишне полагаетесь в чем-то не на себя, а на другого человека. Но на себя нужно полагаться больше. А себе вы не доверяете от силы и проблемы. К примеру, у его двоюродного брата была свадьба. За пару месяцев до нее под мне в ссоры, что я для него просто девушка, с которой ему удобно, он сказал, что он уже сообщил брату, что мы пойдем на свадьбу вместе. Но после этого он за тихо больше не вспоминал. Он готовился, но ничего мне не говорил. В день свадьбы я спросил его, почему это я не иду уже. Он сказал, что брат сказал, что платят только за парней, одних без пары. Честно, я не верю в это так же. Ольга, вы на свадьбу хотите пойти к брату или проверить молодого человека? Вот себе честно ответьте. Если на свадьбу, скажите, что будете платить за себя сами и в чем проблема. Позвоните брату в конце концов, узнаете, как обстоят дела. Что вы здесь чувствуете? Какова цель? Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Как быть, что, быть, что? Как найти правду? Правды нет. Как начать сначала верить любимому человеку? Сначала верить не получится. Вам нужно сначала начать верить себе. Понимаете, вы никогда ему не верили. Вы никогда не верили себе, ваши отношения держались просто на иллюзии, на незнании того, что есть. Как только вам открылась полная картина, вы тут же потеряли контроль. Так что вы никогда не верили. Вера – это когда ты знаешь, что у человека есть слабости, но принимаешь их и продолжает вместе находиться с кем-то. Вот это вера. У меня постоянно чувство, что он что-то скрывает и не договаривает. Ну так Ольга, мы же не детекторы лжи. Мы не заставим его говорить правду. Вот. А в теории вы можете обратиться вдвоем на личную консультацию, поговорим, пообщаемся, посмотрим и что-нибудь решим. Далее. Вы пишите. Мне кажется, что если у человека нет что-то скрывать, то он не будет закрываться. Он наоборот бросит телефон в ремни. Со словами проверяет все. Он не поставит пароль везде. Фото в его телефоне можно смотреть сугубо под контролем его. Телефон он из рук не выпускает. Так. Еще раз. Вы здесь приводите свою позицию. То есть эта позиция ваша, это то, что считаете вы и то, как вы считаете. А с чего вы решили, Ольга, что парень должен поступать так, как считаете вы? Может быть он что-то скрывает, но он имеет на это право. Если вам это не нравится, вы просто уходите и все. То есть между вами уже нет доверия. А значит нет чувства. По крайней мере любви. Вы не принимаете его полностью таким, как он есть. И еще раз повторяю. Либо вы 10 тысяч раз решите, что ваш парень не бабник. И признаете, что проблема у вас. Работаете над ними. Либо вы решаете, что ваш парень все же бабник. Уходите от него, но решаете опять же свои проблемы. Вот и все. Вариантов у вас по сути только два. Вот. Как вы, Ольга, представляете себе, чтобы мы решили, чтобы мы помогли вам понять, где правда здесь. Как? Как это возможно? Вот. Это невозможно. Вот. Еще раз. разобраться в ваших отношениях можно только в том случае, если вы вместе придете на консультацию и можно будет с вами поговорить. Что касается вопроса доверия, то еще раз повторю. Вопрос доверия, это вопрос доверия самому себе. По факту. То есть, нужно, чтобы вы верили именно самому себе. Самому себе. Вот. Чтобы вы не боялись, а сосать надо. Ведь что такого страшного случилось? Какие мысли у вас появились, когда вы узнали о его переписке? Какие чувства испытали? Чего ожидали? Понимаете? Вот в этом и кроется ситуация. Почему вы изстроили истерику? Почему дальше стали его подозревать? Вы же не чувствуете себя в безопасности? Чувствуете постоянную угрозу. А что будет, если человек действительно из меня? Что будет, если человек действительно обманывает вас? Что тогда? Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ревность погубила не одни отношения. Надеюсь, что ваши отношения такими не станут. И вы все же, по крайней мере, над своими проблемами поработаете. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...